приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и вместе почтим нашу любимую святую святую блаженную матрону московскую богом и мудренную старицу землетульские процветения и грады москвы преславные украшения их мы знаем что она света дневнага не познала но при этом просветилась светом божиим и другим людям она открывала очи духовные и вот как святой амбросий медиаланский он так вот образно описывал говорил что вот церковь это есть тело христова и как у всякого тела есть свои члены и у каждого святого члена есть свое дело свое проявление вот скажем руки да мы можем что-то делать своими руками и вот так вот святые епископы святители они обустраивали церковь устраивали жизнь церковную а были скажем проповедники которые ходили по миру это вот как ноги церкви как сказано в священном писании как прекрасные ноги благовествующих мир благовествующих благое это вот апостолы благовестники проповедники которые посещали разные страны есть те вот которые как уши ну прекрасные духовники святые духовники преподобные отцы которые выслушивали людей в их нуждах вот давали какой-то совет а есть глаза есть очи это прозорливые люди те кто наделены даром пророчества вот как говорил об этом святой амбросий медиаланский пророки это глаза церкви и вот именно святая матрона московская она есть глаза церкви то есть такой вроде бы парадокс она лишена была телесного зрения но она имела при этом удивительное зрение духовное и прозревала то что не прозревали не видели люди наделенные зрением телесным и вот скажу вам братья и сестры что вот почему мы особенно так чтим святую блаженную матрону московскую да потому что она всецело вот от народа до от простого народа конечно сам господь и поместил в эту среду что вот она не не была скажем так обременена лишним образованием лишними так сказать вот какими-то книжными научными такими изысками и при этом она поэтому понимала про душу простых людей прекрасно видела о чем переживают простые люди с какими скорбями они к ней приходят и вот будучи от народа она всецело обращалась к господу богу и поэтому вот и сейчас она именно у простого народа находит особенный такой от отклик и конечно вот если брать чисто такие вот научные сведения то как ни странно даже путаются в отношении года ее рождения то есть там указывается и 1881 в основном вот так указывается потом вдруг оказывается что с этими вот архивными данными все очень там вот сложно и указывал 1883 1885 года да но мы знаем точно что вот господь ее даровал нам где это земля тульская епифановский уезд село себина это 20 километров от поля куликова знаменитого поля где князь дмитрий донской одержал победу некогда над мамаем и вот мы знаем имена родителей блаженной матроны дмитрий и наталья никоновы а причем вот такие интересные данные что вообще конечно блаженная матрона она была шестым ребенком в семье в те времена в крестьянских семьях рождалось много детей но и болезни к сожалению их выкашивали то были такие страшные эпидемии наподобие холера то какие-то вроде бы простые болезни но медицина не справлялась и поэтому многие умирали и вот из детей которые рождались четверо умерли и только вот осталась пелагея который старше матроны на 8 лет и вот значит подходит время когда должна родиться блаженная матрона и при этом как мы вот такой знаем факт он немножко такой может быть своеобразный что родители думая что они не справляются потому что жизнь была очень трудная крестьянская жизнь они решили так что вот когда родится ребенок то отдать его в детский приют в соседнем селе был приют князя голицына и туда в каких-то вот трудных обстоятельствах могли отдать своего ребенка ну считали так что аборт это вот ни в коем случае потому что это вот страшный грех до жизни губится маленького ребенка а тут он несомненно родится но так как мы вроде не тянем то отдадим лучших приют конечно это намного лучше нежели убить загубить душу малыша но вот было дано такое видение матери наталья никоновой она как-то во сне увидела белую птицу которая сделав круг над ней села ей на правую руку и при этом птицы была с человеческим лицом а глаза плотно закрыты как бы образ ну слепоты и вот мама поняла что это предвещает рождение ребенка но при этом ребенка лишенного зрения и в то же время тут указание на некое благословение поэтому родители решили непременно принять дитя таким каким его господь подаст и это конечно урок для всех нас что вот какой бы ни был ребенок его нужно принимать потому что может быть именно через этого ребенка тебе и будет дано благословение боже и родилась девочка совершенно слепая у нее были сомкнуты веки и видимо у нее вообще отсутствовали глазные яблоки но вот так вот господь сотворил ее такой чтобы она не видела вот этого земного мира а ее очи духовные обращены были к тайнам мира небесного и в селе жил благочестивый священник отец василия его почитали как праведного блаженного отца василия и значит когда он крестил то было дано такое вот знамение которое впоследствии описывали свидетельствовали разные люди что во время крещения над купелью вдруг простерся светлый такой вот благоухающий столб да как вот такой легкий кодильный дымок который благоухает и это было знамение того что господь своей благодатью от особо почивает на этом ребенке ее назвали матроны и отец василий уже тогда предсказывал что видимо вырастет она святой и поэтому если вдруг что-то понадобится то он всегда готов в чем-то помочь до прийти вот позаботиться об этом малыше ну видимо еще потому что конечно девочка была слепой и нуждалась в особой заботе но и в том числе и в духовном смысле вот отец василий он как это к ней особо расположился и он так сказал что она еще на мое место встанет то есть он был конечно пастырь церкви христовой а она вот выросли в такую старецу которая людей тоже будет обращать к господу богу и впоследствии да он еще так говорил что она еще и мою кончину предскажет и на мое место встанет и действительно впоследствии вот когда уже подросла матрона она вдруг ночью как-то сказала что вот отец василий батюшка наш скончался и родные пошли скорее в домик батюшки обнаружили что действительно он только-только отошел ко господу конечно детство святой матроны в силу вот этих вот обстоятельств то что она не могла видеть света дневнава это было совершенно особое детство и у нее не складывались отношения с другими детьми ну в каком смысле вот когда она играла да то то ее значит там крапивы дети били то ее сажали в какую-то яму смотрели как она оттуда выберется в общем издевались смеялись над ней поэтому со временем она просто перестала общаться с другими детьми больше играла она дома и сохранились такие вот тоже воспоминания что она каким-то образом подходила к святому углу и доставала оттуда иконы и играла с ними то есть ее тянуло именно вот к святыням а вместе с мамой она ходила в храм и потом когда вот она уже запомнила эту дорожку у них кстати дом был достаточно близок храму храм в честь успения божией матери и вот матрона она все время туда приходила и сохранилась даже вот это вот место где она стояла известно что она за дверями как только вот заходишь то слева у западной стеночки она становилась и тихонечко стояла внимательно слушала всю службу потом вот выучила песнопение на слух и так вот могла даже подпевать хору и конечно мы не можем полностью проникнуть вот в тайну духовной жизни маленького ребенка но мы же понимаем что когда мы находимся в храме да то вот один он может мыслями где-то там гулять и размышлять о чем-то посторонним а другой он для него молитва это вот что-то такое живое что-то главное что-то сердечное и вот видимо для святой матроны уже с малых лет обращение к господу было живой потребностью ее сердце и вот тогда уже конечно проявлялись такие некой немножко необычные ну вот же было что-то необычное в ее словах например как то вот она с отцом своим осталась дома а мама пошла в храм и вот мама состояла на службе все переживала и думал что вот муж мой не пошел в храм остался как же так и когда мама вернулась храма то святая матрона вот эта вот маленькая девочка ей говорит мама ты сегодня в храме не было как это я не была вот я пришла и раздеваюсь нет мама ты не была а вот папа был а дело в том что папа как раз он читал молитвы внимательно хотя он дома остался но он от сердца помолился господу а святая матрона прозрела что мама в храме только телесно находилась и больше переживала о муже о чем-то еще посторонним думала и вот дочка не так вот подсказала потом значит как тот мама конечно родители и и жалели понятно и к мама говорил что вот несчастное это у меня дитя она говорит нет мама я не несчастная а несчастный у тебя миша да ваня а это вот еще после матроны родились два братика михаил и иван и к великому сожалению вот впоследствии уже после революции они ну больше вот поддерживали такой безбожный строй стали активистами участвовали в раскулачивание и поэтому святая матрона вот еще будучи маленьким ребенком уже причувствовала их вот дальнейший жизненный выбор и вот были даже такие вот внешние знамени ну кто-то может скажет что это вот как-то вот странно какое-то странное свидетельство но вот мама как-то и говорит доченька чё ж ты вот крестик сознательный себя сняла а святая матрона я отвечает а у меня свой крестик есть он у меня прямо на груди и показывает а у нее там действительно была такая вот выпуклость форме креста и кстати впоследствии вот уже когда было обретение мощей и освидетельствование святых мощей блаженной матроны то действительно подтвердили что у нее вот в грудном отделе там была небольшая выпуклость ну как вот в некая форма от креста но в данном случае может быть господь действительно и видимым образом запечатлел вот свой крестик на теле избрана им будущей старицы и вот представьте что когда святой матроне было всего лишь семь или восемь лет то уже тогда господь наделил ее даром прозорливости и даром исцеления немощи причем мы знаем ведь семилетний возраст это тот возраст когда уже ну сложилась такая вот практика когда дети начинают исповедоваться да то есть грехи начинают как бы более так вот существенно вторгаться в жизнь ребенка а то тут получается так что наоборот тут божья благодать она еще больше начинает действовать в душе святой матроны и при этом вот в ее действиях вот почему мы ее называем блаженный до матроны ведь а так называют христа ради юродивых а потому что в некоторых действиях своих она действительно поступала вот как блаженный как юродиво ради христа и ее действие или слова носили такое символическое значение ну например вот она как-то сказала мама готовься у меня скоро свадьба будет и мама то перепугалась она подумала что-то свое вот пригласила батюшку тот и значит девочку исповедал причастил ее а через несколько дней что получилось что поехали подводы повозки с крестьянами из других сел и вот они как-то прослышали про эту необыкновенную девочку и повезли своих больных до тех кто нуждался в какой-то вот помощи немощных то есть под свадьбы она имела ввиду как бы в такую торжественную процессию только тут на самом деле ехали повозки со страждущими людьми но они стали получать радость вот свадьба эта радость до святая матрона она как раз и несла радость этим людям иногда она действительно поступала вот так очень своеобразно как ресторади юродивые поступали ну допустим в соседнем селе там четыре километра от себина там жил один мужчина у которого ноги не ходили и вот говорят маленькой святой матроне что вот как-то вы ему помочь она говорит ну пусть идет ко мне ну как эти он же не может идти ноги не ходят пусть он ползет часам к трем дня приползет и вот этот мужчина действительно полз от своего дома до дома блаженной матроны все это расстояние и вот когда он к ней приполз дата вот она молилась о нем и от нее он уже пошел на своих ногах маме своей она как-то сказала я сейчас уйду а завтра будет пожар но ты не сгоришь и действительно на следующее утро начался в селе пожар и многие дома погорели но как только вот пожар дошел до дома никоновых ветер поменялся и перекинулся на другую сторону дом их остался цел то есть вот святой матроне как тут господь открывал вот эти вот бедствия какие-то да а в каких-то случаях она могла и молитвы своей вмешиваться и влиять на происходящее событие и господь молитву ее слышу и получилось так что до рождения как вы помните родители сомневались может быть вообще отдать в приют девочку а тут получается что сама девочка она фактически стала поддерживать семью почему потому что многие люди стали жертвовать жертвовали продуктами денег конечно святая матрона она не принимала но когда кто-то вот нес там какие-то продукты то это все доставало семье и вот так вот семья смогла поправить свое положение а люди понимаете они шли с разными нуждами иногда в день было по пять шесть подвод с разными страждачными людьми и кому-то святая матрона говорила из-за чего случилась у него беда из-за каких-то вот грехов которых нужно раскаяться до или там за жестокость нужно проявить милосердие там или какие-то блудные грехи или еще чего-то и вот она призывала людей к покаянию к тому чтобы поменять свой образ жизни и сама обращалась именно к богу а когда ей было где-то вот 14 лет ей даже удалось совершить паломничество потому что в селе себина там жила дочка вот помещика лидия янькова и она была очень такой благочестивый добрый и она подружилась с матроны и в общем когда вот эта лидия решила отправиться в паломничество она предложила святой матроне та согласилась и вот так вот ей удалось попасть в свято-троицкую сергиевую лавру к преподобному сергию потом также в киево-печерскую лавру к отцам печерским антонию феодосию прочим печерским чудотворца а потом даже они смогли попасть в петербург но мы знаем что там же уже тогда конечно почиталась очень блаженная ксения петербургская хотя канонизирована она позже была но все равно уже тогда почиталась и получается так что вот святая матрона она конечно смогла посетить могилку ксении блаженной да вот как тоже такое преемство двух святых а потом вот есть такое предание что в кронштадте они пришли вместе в андреевский собор а там как раз святой иоанн кронштадтский совершал службу и вот после службы он говорит расступитесь матронушка матронушка иди скорее сюда вот идет моя преемница и восьмой столб россии и вот эти слова уже сохранились что блаженная матрона это восьмой столб россии но слава богу святой иоанн кронштадтский он не расшифровывал эту фразу и поэтому как это вот понимать то есть восьмой столб ну тут же начинают считать что как бы всем был великих святых да и блаженный матрон она как бы восьмая получает что сам святой иоанн кронштадтский он седьмой такой на руси великий святое а кто до него и тут же можно потеряться на самом деле в подсчете потому что там ведь были бы и преподобный антоний феодосий печерский сергий радонежский как конечно серафим саровский но ведь были такие также как александр свирский которому сама святая троица являлась да также святитель иосаф белгородский у которого мощи нетленные и святитель тихон задонский а до него святитель метрофан воронежский и много других чудотворцев а как же мы забыли святых бориса и глеба в самом начале а равнопостольная ольга равнопостольный князь владимир без них вообще бы ничего не было и поэтому тут конечно смысл был другой не в том что вот надо ограничить круг великих святых на руси числом только 8 а видимо это некое такое указание на вот духовную опору потому что он говорил про именно столб до храма основывается на таких вот столбах на которых держится все храмовое здание и а тут ведь как вот числовая символика она имеет свои свое духовное значение ну например вот число 6 до число 6 это что это символ земного несовершенства ну как бы земного бытия господь бог сотворил мир в шесть дней да и в шесть нет и именно земной мир был сотворен и как а поскольку люди пали да то вот грешная земля и шесть это как бы уже становится символом такого падшего земного мира а когда три шестерки то это такое вот сама замкнутое земное совершенство когда люди пытаются преуспеть в земных богатствах да вот серебролюбие солстолюбие словолюбие вот эти три с сребролюбие словолюбие солстолюбие тоже как три шестерки сатанинские которые выражают вот ну наше такое оторванное от бога земное бытие а вот число 7 число 7 это уже выражение некого духовного совершенства потому что есть семь даров святого духа как сказано было еще через пророка и саю да сказано семи дарах святого духа потом у нас есть семь таинств благодаря которым освещается вся жизнь человеческая у нас есть семь вселенских соборов которые выразили вот полноту истины православной то есть 7 это число некого вот такого духовного совершенства а 8 8 это число уже будущего века когда земное соединяется с небесным и вот будущее царство божие оно как бы здесь уже прозревается вот как на литургии в тайных молитвах священник произносит царство твое будущее даровалось и нам то есть есть будущее царство божие а господь уже сейчас его дарует и вот есть такие святые которые как бы становятся уже здесь на земле чадами будущего восьмого века и вот блаженный матрона она как раз выразительница этого она жила на земле но жила так как уже сама причина частная вечному небесному миру она прозревала эсхатологические судьбы прозревала вот будущее и в этом смысле она как раз восьмой столб россии потому что на ней как и на других святых угодниках и угодницах русских держится и церковь русская а может быть и вообще весь мир держится за счет вот таких молитвенец а святой матроне действительно очень многое открывалось и за много лет еще она предсказывала революцию и она говорила вот мама обдерут царя батюшку как куриное перышко а мама не верила а святая матрона она действительно взяла перышко курины стала его обдирать от пуха и вот мы упомянули что лидия янькова это дочь помещика такая добрая благочестивая а и ее отцу матрона еще перед революции предсказывал и просила чтобы он все продавал и уезжал за границу а тот не поверил как такое может быть ну и в итоге когда началась революция то он увидел как разграбляют его имение да и в общем повлекло все это его достаточно быструю смерть и в то же время святая матрона предсказывала что россия будет существовать она так говорил вы сколько народов исчезло с лица земли а россия существует и будет существовать потому что господь ее поддерживает но при этом она еще так вот предостерегал и говорила что как если народ и теряет веру в бога то его постигают бедствие а если после этого народ не кается то тогда он погибает то есть в начале утрата веры и тогда постигают бедствие а если ты в этих бедах не одумался не стал с покаянием обращаться к богу то народ просто может исчезнуть но все-таки а россия она говорила что господь сохранит россию прозорливой святой матроны и не только прозорливость но ее духовная чуткость она проявлялась самым необыкновенным образом ну например вот однажды она сказала мама к нам в храм просится икона божией матери взыскание погибших и она вот как-то почувствовал что именно эта икона сейчас особенно важна но и так и действительно получилось если мы посмотрим на двадцатый век до сколько людей стало погибать до всякие скорби беды просто вот какие-то смертные напасти и иконы божией матери взыскание погибших это как раз вот выражение того что божия матерь она может спасти из любых бед и блаженная матрона вот как служительница господа и божия матери она это прозрела и она как-то говорит что вот мама пойди пожалуйста к священнику и скажи что в храме в библиотеке при храме вот на такой-то полке вот на четвертой снизу если считать полке находится книга где изображена икона божией матери взыскание погибших и вот именно вот в таком образе вот мне надо ее написать ну как не сама она конечно будет писать а нужно заказать и действительно пошли нашли вот эту книгу там образ и к иконографический образ взыскание погибших и блаженная матрона говорит что вот мама нам нужно эту икону написать так у нас же средств нет ну давайте мы всем селом тогда будем собирать и действительно стали люди жертвовать собирать вот средства причем там такой интересный случай что один крестьянин он очень не хотел ну и как бы отрывая от сердца положил рубль да ну тогда конечно рубль это был было больше чем сейчас намного больше но все равно вот он как бы от сердца отрывая нехотя положил а брат этого человека в насмешку положил одну копейку и вот когда средства собрали и святая матрона она перебирает вот эти монетки и вот раз она достает и этот рубль и эту копейку и говорит мама они мне все деньги портят верни им обратно вот так вот им вернули то есть из рук а нечистых да или вот от лукавых людей или а тех кто не хотел подавать все это не принималось потому что служение богу оно должно быть исключительно чистым искренним служением сердечным и вот когда средства собрали то надо было пригласить иконописца нашли такового пришел он ему матрона говорит что вот и вот поисповедуйся поговее да вот причасти святых тайн и тогда уже приступая к написанию вообще вы сможешь ли написать он говорит ну конечно смогу мне это дело привычное а потом насчет вот проходит две-три недели и все никак значит и появляется он потом и говорит что ну наверное кому-то другому надо иконописца что-то меня не как вот руки как свинцовые не подымаются а она ему говорит а что же ты когда исповедовался то один тяжкий грех утаил и вот так вот она его вразумила сказал что ты пойди еще раз все-таки вот исповедуйся причастись и тогда уже приступишь к своему делу и действительно когда он не утаил на исповеди греха то господь даровал ему эту способность и он смог написать образ взыскания погибших и надо сказать что еще был заказан тоже один образ да еще второй образ иконы божьей матери взыскания погибших и эту икону уже везли таким крестным ходом с другого села блаженная матрона она вот вышла вместе с родителями с родными за село поскольку это прошли потом говорит все будем ждать здесь потому что через полчаса они уже прибудут и то есть она вот заранее уже прозрела увидела когда подойдет вот этот торжественной процессе и когда крестный ход с исконой взыскания погибших прибыл то блаженная матрона шла рядом то вот она вот держалась прямо вот непосредственно за икону божьей матери и шла то вот просто вот рядом шла ее вели под руки и вот так вот вместе они в храм пришли с этим удивительным образом а когда матроне было 16 лет она потеряла способность ходить причем это случилось после причащения святых тайн христовых и святая матрона впоследствии объясняла что она этому никак не противилась приняла как волю божию и вот получается так чтобы ну представьте что человек совершенно слепой ничего не видит что человек не может ходить совершенно бездвижно то есть полностью вроде бы зависит от всех других то есть надо чтобы кто-то его там переносил куда-то до человека что кто-то про что-то ему рассказывал а тут получается все наоборот что наоборот люди с нуждами идут именно к ней прикованы постели именно от нее черпают духовные силы и она кого-то подбодряет утешает она молится и людям становится легче она подсказывает как лучше устроить свою судьбу да как даже вот ну или там жениться не жениться потому что когда это самые страшные на самом деле ошибки которые связаны с семейным вот выбором и потом люди мучаются всю жизнь а вот блаженный матрона она как раз подсказывала и кстати вот сейчас до сих пор к ее святым мощам люди идут в том числе с просьбами по поводу своих семейных невзгод и она вот в этом очень сильно помогает но конечно поскольку среда была такая деревенская в то время то конечно очень распространены были среди народа представления о сглазе о порче о том что кто-то чего-то на тебя навел ну и собственно говоря действительно всяких там колдунов людей которые обращались к темной демонической силе было предостаточно но блаженная матрона она пыталась показать что если ты с богом то тебе ничего не будет страшно и господь всегда будет хранить тебя своей благодатью а вот как-то одна женщина которая сломала палец она вот думает пойду к матронушке и вот идет а потом думает в пути а вот надо было может быть ходить там к такой-то вот бабки который выправил бы палец но на самом деле там тоже бабки-то эти они разные были одно дело если костоправ допустим да вот он выправляет палец другое дело если там какие-то заговоры читает знахарство такое оккультное это уже совершенно богопротивно ну вот она так размышляет приходит к святой матроне а та и говорит а ты же хотела водка к бабке сходить ну так иди иди но эта женщина что же матрон вроде отправила и она пошла приходит то там же говорит так у тебя палец то здоров там уже никакого перелома то нет то есть пока нашла по молитвам святой матроны у нее исцелился вот этот палец и так вот она ее укорила за то что она размышляла может быть пойти к знахарке а все равно проявила вот эту милость и по ее молитве наступило исцеление то есть святая матрона она всегда с большой любовью подсказывала даже если она где-то вот так вроде бы строго поступала все равно все равно в этом она проявляла свою любовь а когда наступила революция то вот проходит какое-то еще время и блаженной матроне уже невозможно было оставаться в своем доме почему так потому что братья ее ивана михаила они приняли сторону так сказать вот красных тех кто занимался раскулачиванием и сами братья не хотели чтобы блаженной матроны жила вместе с ними потому что они пошли то вот по безбожному пути вот почему блаженной матроны говорила что мама они у тебя несчастная иван да михаил и они конечно не хотели что чтобы к ней постоянно приходили люди а вереницы людей и в итоге где-то в 1925 году пришлось ей переезжать в москву а она в разных местах жила она и кстати в сергиевом посаде тоже жила причем она к своему племяннику даже так вот мысленно можно сказать обратилась он жил в сергиевом посаде и она ему это в общем мысленно призывает его и он отпрашивается у своего начальника приезжает к ней и я ему говорит матрона что вот завтра это я должна у тебя быть забирай меня визит к себе в сергиев посад там у тёщи расположи меня ну и значит он так сделал и на следующий день сразу сюда вот откуда ее забрали милиция приходит то есть часто как был что ее искала милиция потому что приходили сведения что к ней постоянно посетители идут а действительно посетители там по 40 человек в день приходила вот приходит милиция уже нет господь и все время открывала она все время выезжала но был один случай когда милиционер застал ее и говорит вот собирайся все значит сейчас тебя в участок я буду отвезу она ему говорит иди скорее домой у тебя беда дома он говорит что же что ты мне тут голову морочишь давай вот собирайся не нет нет я говорит слепая и ходить не могу я никуда не денусь я тут и останусь а ты давай скорее беги домой у тебя беда дома ну и он как-то прислушался поспешил домой а там оказывается жена его только только что это обгорело от керогаза это такая вот ну как бы плиточка за счет керосина там готовили пищу и вот что-то случилось в общем она сильно обгорела ей нужна была помощь и милиционер смог ее отвезти к врачам и в общем был благодарен блаженной матроне за то что она предупредила вот так вот его и потом к его спрашивали вот ты чего ее не привез он говорит нет я ее говорит не буду забирать она моей жене жизнь спасла то есть вот даже в таких случаях и блаженный матроны она ведь никому не питал никакой ненависти негодование никого не считала за врагов любила их и молилась конечно им самим тоже предсказывал и вот поэтому то ее люди тоже любили поэтому к ней люди тоже тянулись и даже какие-то вот очень простые вроде бы бытовые такие ситуации сейчас нам это может быть совершенно непонятно а в то время это имело для простого человека такое существенное значение ну например вот из родного села односельчанию они хотели продать корову и повели ее в москву продавать да сейчас конечно это немыслимо что по москве кто-то с коровы ходил но в то время там двадцатые тридцатые годы это было понятно ну не конечно где-то на окраине москвы можно было как-то с выгодой продать корову а по пути вы они шли там это брат и сестра продавать и документы он значит потерял и на корову и на себя и идет расстраиваясь я говорит наверное застрелюсь что так ему сестра говорит да нет давай мы попросим мысленно попросим матронушку чтобы она помогла нам и в общем получилось так что везде где они шли всегда и приют к себе находили надо было где-то переночевать и корову они могли пристроить корову никто не украл они спокойно ночевали а в одном месте все-таки значит милиционеры пришли вот с проверкой им хозяева сказали у нас все свои вот все наши вот родственники и не стали проверять у них документы да вот так они добрались успешно продали корову и потом зашли к святой матроне она им говорит да задали вы мне работу всю дорогу вашу корову захвост вела все старалась вас в хорошие дома пристроить то есть она как бы прозревала как они идут молилась за них и вот своей молитвой старалась устроить чтобы путь их был благополучен чтобы из коровы все хорошо и чтобы они где можно было переночевали да и говорит ему ну ты чё ж захотел с собой-то покончить то есть я даже такие вещи открывались то есть эта святость очень высокого уровня потому что вот сердце и ум ее всецелы были обращены ко господу и вот днем она принимала народ а ночь проводила в молитве если спала то совсем чуть-чуть она там могла облокотиться немножко вот на ручку свою так вот и чуть-чуть подремать боком да а условия проживания были очень сложные то там как в каких-то подвалах то как тут она фанерном домике проживала туда осенью значит приезжают знакомые там печка буржуйка да и значит и сырости вот этот пар от печки а у святой матроны у нее у нее аж это волосы прилипли к стене потому что там ну промерзали вот эти стенки то есть вот даже какое-то время она в таком фанерном домике жила и однако она никогда не роптала то есть она всегда уповала на господа и господь ее соответственно хранил а за то что у нее не было ни ропота ни злых мыслей никаких вот внутренних греховных там движений гневных вспышек то за это конечно же давалась особая благодать и через нее благодать божия на других действовала и люди тянули самыми разными нужными одна женщина вот рассказывала как у нее значит туберкулез и не не рассмотрели у нее это и она пошла вот разыскала в москве блаженную матрону приходит а и говорит вот матронушка матронушка помоги но ей говорят так а что матронушка матронушка бог помогает то есть святая матрон она всегда подчеркивала что именно от гол от господа это идет а не то что вот человек какой-то на земле просит да а при этом значит келейница святой матроны с ее спрашивает так а креста на тебе есть вот это было такое правило что когда приходили то обязательно что надо было иметь на себе нательные крестики а святая матрона келейница отвечает так тоже им давал-то кресты они все себя кресты поснимали только здоровье ищут то есть очень такой на самом деле в разумлении которое относится каждому из нас что мы все время ищем только здоровье да а жизненного креста тоже не хотим понести а в то время и нательных крестов даже не хотели носить но как только речь о здоровье тут же искали какого-то человека который мог бы помочь и вот святая матрона говорит что это же бог помогает они я ну и что и потом вот по ее молитвам у нее у этой женщины проходит туберкулез и получилось так что у ее собственной дочери вот этой женщины тоже со временем появился туберкулез но это понятно что там 30-40-е годы питание плохое всякого зараза распространение вот этот палочка там коха как там еще какие были вот эти заразы и у дочери начался туберкулез причем до того дошло что уже надо вот операцию делать и вот мама приходит опять как святой матроне и говорит я вот с собой еще и это дочку привела а святая матронная говорит да вы в одиночку никто не ходите а всегда с собой хоровод ведете и вот так вот мы понимаем что на самом деле те люди которые приходили к святой матроне получали от нее помощь они затем когда второй раз приходили или на третий раз они еще кого-то приводили и целая вереница людей поэтому шла и каждый день вот так вот десятки людей ну и что святая матрон не благословила дочери операцию и действительно у нее значит все там зарубцевала все прошло а потом вдруг дочка делает ошибку она великим постом вступает в брак не вне спросив матушку матрону и значит потом через какое-то время у нее опять открывается вот этот туберкулез и дошло до того что даже легкие стали распадаться и врачи и говорят что вот если сделаешь операцию то проживешь еще целый год а если не сделаешь то ну вроде как все вот представьте такое вот сказать молоденькой девушке там около 20 лет что сделаешь операцию только год проживешь а не сделаешь то все конец и вот с этим горем она приходит к святой матроне а та и ни за что не попрекает не за то что там она постом замуж вышла и не за какие вот эти огрехи она вот просто сказала что ты все-таки на операцию не иди а доверься господу и господь сколько нужно столько тебе и приложит и в общем она послушалась но тут самое главное что сама святая матрона молилась за нее ходатайство пред господом и вообще по свидетельству очевидцев она вот как будто общалась вот с ангелами непосредственно да как будто вот иногда даже как будто какую-то беседу вела с ангелами и в общем у этой девушки все прошло и легкие восстановились и смогла дальше она благополучно жить вот так по ходатайству святой матроны проходили даже вот самые неизлечимые заболевания а потом началась война причем блаженной матрона она еще за годи предсказывал что будет война и она вот своим посетительницам говорит что вы вот тут все ругаете все что-то делите а ведь война грядет сколько горе будет сколько народа погибнет но россия выстоит вот так она предсказывала и действительно потом когда началась война то она говорила что враг не возьмет москву что не надо никуда уезжать из москвы и еще вот такое интересное действие это символические действия которые тоже как из излика христа ради юродивых которые ну поступали подобным образом она просила чтобы ей приносили и вовые веточки и она их ломала на части потом вот обдирала кору с ними и при этом усиленно молилась и вот очевидцы вспоминают что она когда занималась этими веточками то пальца аж до крови она обдирала свои но при этом погружалась усиленно в молитву то есть это был символ такого какого-то усиленного действия ее такой усиленной молитвы и на самом деле она своим взором своим духом присутствовал на местах сражений она созерцала все это и молилась о наших воинах и о их победе вообще вот как ни странно иногда господь ну тут как раз ничего странного нет потому что для бога все это возможно иногда он от отверзал как бы в каком смысле как бы телесные ее очи потому что ей как-то сказали что вот матушка как жалко что вы божий свет не видите она говорит как же господь мне все показал однажды открыл мои очи я видела и солнышко и деревья и травку зеленую и птичек и все вот весь божий свет она увидела а дело в том что на самом деле ведь способность зрения вот как говорят святые отцы все наши чувства пять чувств зрение слух обоняние вкус осязание все это принадлежит душе а душа она облачена в тело наша душа как бы одета в тело и покуда вот душа находится в теле вот так вот в теле все жизненные действия присутствуют и поэтому именно душа смотрит через телесные наши очи именно душа слышит делает какие-то действия посредством наших рук ног душа управляет телом а когда душа покидает тело то все тело уже не слышит не видит не может что-то чувствовать поэтому понятно что господь мог вот эту вот способность и запросто открыть хотя глаза были как бы ну заблокированы да кроме того в самом как бы духовном прозрении ей могли открываться вот эти события происходящие на фронтах да или то что происходит в жизни других людей о ком она поэтому молилась и повторим что самое главное что за всем этим тоже стояла ее вот любовь и сострадание когда прозорливость соединяется именно с любовью и состраданием то вот это и есть подлинное христианское святое служение а не так что вот как какие-то экстрасенсы которые там чего-то вот посмотрели а там эгоизма да вот самоутверждение и дьявол крутит таких людей и святая матрона она всегда как раз говорила что вот надо всячески сторониться вот этих вот всяких там бабок как раз святая матрона она не была в числе их она именно старица духовная прозорливая старица святая православная а те вот всякие бабки там знахари ведунья это совершенно другое это люди которые ну с какой-то оккультной силой взаимодействует и она говорила что нужно их сторониться потому что вроде бы они что-то вылечат а душе непременно повредят и потом она еще говорила что вот наступают такие времена когда много будет всяких обольщений обольстителей и нужно быть очень осторожным не искать каких-то вот специально ну там прозорливцев хотя она сама была как раз прозорливой да но на себе она акцент не делала и говорит что не нужно искать каких-то особых людей да а лучше вот обращаться к богу исповедоваться тому священнику который есть и она так говорила что ты вот главный помолись чтобы господь через священника открывал тебе свою волю и господь через него и будет тебе открывать и сама она постоянно исповедовалась причащалась вот когда она уже перестала ходить да то к ней на дом при приглашали священник он там исповедовал причащал ее а в москве она одно время как раз жила даже у одного священника потому что а вот матушка супруга этого священника была ученицей блаженной матроны то есть вот такие удивительные переплетения да и судьбы людей и священстве вот это святое и простых смертных да и господь обо всех проявляет свою заботу конечно невозможно наверное пересказать всех тех чудес которые совершала с божьей помощью блаженной матроны ну действительно как святитель николай чудотворец как вот древние такие святые святитель спиридон тремифунский и прочие преподобный сергий радонежский преподобный серафим саровский святая блаженная матрона она точно так же когда война да то кому то она прямо говорила что вот надо уже конечно тебе вот супруга да вот поминать за упокой потому что он перешел ко господу в иной мир отошел и кому-то прям кому-то говорила чтобы ждали вот одной она сказала что придет твой придет на придет на казанскую а уже война закончилась уже значит там год прошел уже там второй пошел и а почему же придет тоже все значит и нет в 1947 году действительно на праздник казанской появился ее супруг то есть она война она так разбрасывала людей что не сразу все могли найтись да но вот блаженная матрона все это провидела конечно и она конечно давала и просто какие-то вот духовные советы вот и жаловались например вот нервы у меня нервы она говорит какие нервы вот на войне солдаты да или те кто в тюрьме сидят там какие нервы там все терпят все все переносит что посылается поэтому нужно с терпением и смирением принимать и нести свой крест то есть все зависит того как мы сами внутри это воспринимаем тогда и нервного перенапряжения не будет а еще вот блаженная матрона она всегда говорила что нельзя осуждать других она так выражалась что каждая овечка будет подвешена за свой хвостик какое тебе дело до чужих хвостиков такое образное выражение да ты смотри так сказать вот за собой зная себя и довольна с тебя а что там другие это не твое дело и вот старалась она чтобы люди все-таки вот не осуждали не впадали в этот грех да еще она так говорила что человек человека скорежит бог поможет а бог скорежит никто не поможет то есть это значит что если вот люди вредят друг другу у нас всегда есть возможность обратиться ко господу богу да и у бога мы получим помощи но если мы грешим против бога то господь может послать такое наказание от которого нас никто из людей не спасет поэтому нужно всегда очень ответственно так вот относиться к своей жизни и стараться прежде всего вот к господу ну а людей конечно ближних и вообще никого не осуждать конечно вот братья сестры вы видите какое обилие чудес а все это пересказать невозможно и наверное наверное здесь вот в чем феномен в том что время с революции наступило безбожное и многие отходили от веры и нужно чтобы появился вот такой светильник через которого а господь вот явно являл себя посреди вот живущих на земле вот таковым светильником действительно восьмым столпом россии стала блаженная матрона московская вот как перед революцией святой иоанн кронштадтский действительно тогда вот безбожие назревало а через святого иоанна кронштадтского чудеса совершались очевидные наглядные чудеса вот так блаженный матрона она на самом деле преемница святого иоанна кронштадтского потому что через нее очевидные чудеса и когда везде угасла проповедь да когда священников то значит расстреляли то там сослали то значит кого-то держали под жестким контролем все боялись всего а вот является вдруг блаженная матрона которая ну как тысячи проповедников как тысячи миссионеров а может быть и больше даже она вещает всему народу русскому о том что господь бог действительно есть и господь действует и посреди нас даже таких слабых немощных и как-то к ней пришла одна женщина атеистка и стала просить за своего сына а получается так что у нее муж погиб на фронте а сын это уже после войны сын сошел с ума еще что делать вот она в каких-то клиниках его пыталась даже в где-то там пыталась в европейских странах лечить вот ничего не помогает вы значит сын в москве в какой-то лечебнице она приходит к святой матроне это и говорит ну вот если господь тебе поможет ты поверишь бога а то отвечает а я не знаю как это верить в бога но действительно нет у нее вот веры в бога она это никак внутри не ощущает сердце и и молчит но она при этом болит о своем сыне да и блаженная матроны и в общем помолилась и дала и святую воду и говорит что ты вот в пузыречек святой воду прийди в больницу и пусть вот его выведут санитары ты плесни ему на лицо святой воды чтобы попала на глаза и в рот попала ну и значит женщина вот это приходит как только санитары выводят сына и и он вдруг закричал маму что у тебя там в кармане убери это мне плохо от этого то есть он как почувствовал видимо это демоническое было какое-то наваждение они просто психическое расстройство и она поняла что тут уже какие-то духовные силы во все за всем этим стоят и она святую воду открылась могла смогла плеснуть попала и в глаза ему и в рот ему попала и тут же его как какая-то темная сила оставил и он говорит мама как же мне хорошо и скоро его выписали из больницы то есть вот такие случаи они были наглядным проявлением что вот господь вот он здесь действует а действует через кого через людей которые верны богу у которых сердце чистое и в чистом сердце как в чистом зеркале до отражается вот ясное солнце и она способна разгонять тьму нашего мира вот поэтому все шли к блаженной матроне повторим что чисто внешне человек значит инвалид парали ну не то что парализованы ходить не может ноги не действует при этом слепая а как только все приходят к ней они сами чувствуют что это они перед нею немощные они немощные они слабые задавлены грузом своих проблем каких-то переживаний надумывают себе чего-то накручивают в уме да а тут сидит человек который более счастлив чем они а почему потому что блаженная матрона с детских лет хранила господа в своем сердце и господь был главным ее сокровищем конечно блаженная матрона она предвидела свою кончину когда она перейдет в иной мир и перед смертью она очень трепетно так исповедовалась пришел священник отец димитрий она исповедовалась причастила святых тайн и ее даже что же матушкой и вы боитесь смерти она как сказал да и я боюсь то есть все кто идут на божий суд конечно испытывают трепет а потом святые люди они сами себя они считают святыми не видят себя святыми это вот такой феномен что если ты себя считаешь святым то есть ты как бы себя обособляешь вот как знаете вы маленькая такая вавилонская башня в твоей душе другие вот ниже я вот я такой святой и все вот в этом уже не нечто сатанинское такое падение денницы который посчитал что он лучше выше других а вот святые они как раз видят и все эти вот борения когда и без их искушают пытаются подбросить какие-то вот помыслы греховные и они приходят к осознанию своей глубокой немощи и поэтому тоже не знают а какого будет суд божий а может мы в чем-то погрешили может мы что-то не так сделали может мы где-то ошиблись и потом действительно ведь каждый человек в чем-то действительно притыкается и вот даже вот блаженный матрона она так вот тоже переживала но сама жизнь да вот и конечно жизнь церкви христовы подтвердили ее святость и она еще так говорил и у нее же было уже много учеников учениц которые приходили к ней и она им говорила что вот после моей смерти приходите на мою могилку говорите мне как живой и я буду вас слышать а да буду стараться вам помогать всем ваших нуждах и конечно она еще так предсказывал что после ее смерти будет не очень много людей приходить потом совсем искудеют люди ну когда поумирают те кто вот ее лично знал а потом говорит уже пройдет время и сразу много людей пойдет и про нее узнают и будут приходить с какими-то просьбами о помощи она отошла ко господу 2 мая 1952 года и она просила чтобы ее отпели в храме резоположения на донской улице а чтобы похоронили ее на даниловском кладбище ну как она говорила чтобы ей слышать божию службу да и в общем действительно когда устроена была вот ее могилка то люди приходили ну потом действительно некое оскудение а потом уже когда появились первые описание жизни святой матроны то сразу много пошло людей но даже до этого до прославления святой матроны были такие удивительные чудеса вот одна женщина милиционер в конце 80-х годов по моему да это еще до крушения советского строя но вроде в перестроечные годы она вот у нее был такой случай что мужа вдруг оговорили по какому-то делу ну и под следствие посадили она сама-то жена милиционера она думает вот сейчас я свои связи подыму буду помогать а ничего не не получается то есть он сидит и это значит а потом вообще дело передают говорит непорядочному суде который запросил огромную сумму но вот к сожалению такие случаи как вы понимаете тоже бывает когда судья может давать некие намеки не все бывают люди порядочные и вот а сумма такой не было и что делать и вот она пошла на могилку блаженной матроне очень просила за мужа молилась да а до этого не была выцерковлена вот такое событие скорбь ее к богу обратила и после этого после молитвы дело вдруг передают другому суде который уже был порядочным дело удалось решить и супруга выпустили из заключения и в общем он тоже супруг крестился тоже обратился к господу то есть вот так вот блаженной матроны помогала даже еще до прославления хотя одна вот женщина тоже к которой пыталась вот и молиться уже как святой она говорит подожди вот и я же еще не прославлено явился видение сказал что я еще не прославлено ты меня еще пока не поминай как святую то есть нужно соблюдать вот некий порядок церковный чтобы тоже не впасть в какое-то обольщение и господь так устроил что мощи блаженной матроны московской были обретены обретены не были в ночь на 8 марта 1998 года поэтому это один из дней почитания блаженной матроны вот так вот 8 марта международный женский день тут же вот превратился в день блаженной матроны московской то есть как бы она постаралась придать новое духовное значение этому дню как дню вот уже духовному в котором мы вспоминаем эту небесную святую угодницу божию да и через непродолжительное время мощи были перенесены в покровский женский монастырь в городе москве а тут ведь какая история что вот игуменья женского покровского монастыря мать феофания она очень любила матронушку и она очень молилась и просила чтобы она вот пришла именно в их обитель кто больше любит тому и больше и дается поэтому мощи блаженной матроны они именно почивают женском покровском монастыре и вот когда она молилась игумене феофания то ей введение явилась сама блаженная матрона и была показ значит вот обитель как причем явилась и там где сейчас как раз вот известна вот эта икона блаженной матроны которая все подходят и значит вот она как бы святая матрона осматривает всю обитель и говорит ей игумене а ты выдержишь только людей которые будут сюда ко мне приходить вот так она говорит игумене а та упала на колени говорит матушка мы все выдержим ты главное ты только вот приди к нам приди к нам и еще святая матрона сказала что все у вас здесь хорошо только вот не достает приюта детского приюта потому что я очень люблю деток-сирот и значит вот игумене феофания она на все согласилась и действительно после этого мощи блаженной матроны передают именно в обитель покровскую через год было прославление в 99 году да а когда мощи уже вот прибыли то второй раз явилась блаженной матрона матушки феофании говорит а что же ты приют то не открываешь и она очень испугалась вот утром просыпается а как раз в этот день утром и стали приносить первых деток и вот так вот было положено начало приюту деток этих называют матронины детки покровский женский монастырь создал вот этот детский приют куда набираются девочки они проходят там воспитание конечно обучение и самое главное что там их также приобщают правилам благочестия и помогают им становиться на вот путь такой благочестивой христианской жизни вот братья сестры мы видим что блаженная матрона она действительно как божий дар нам что господь явил ее как некое вот такое как некий райский луч посреди нашего темного света и хотя она не имела глаз телесных но ей было дано глубокое такое духовное видение через нее люди спасались спасаются и будут приходить еще ко господу поэтому обязательно и мы должны посещать блаженную матрону московскую помнить что она говорила что каждого я слышу каждому помогу обязательно приходите и рассказывайте мне как живой возблагодарим господа за то что нам явлена такая удивительная ходатайца святая блаженная матрона московская а ей помолимся от самого сердца чтобы она помогла нам управить нашу жизнь по заповедям господа обрести нам духовное видение не утопать вот постоянно вот в этих жизненных скоро скорбях невзгодах и самое главное стараться с любовью и добром относиться друг другу по примеру самой блаженной матроны московской святая блаженная мать и матроны моли бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео